Друзья, всем доброго сибирского утра! Мы наконец-то добрались до Сибири. Сегодня мы в Красноярске. Я уже успел у вас побывать на Красном Кольце, увидеть, что там ценят GDM, культуру, 2JZ, 1JZ. Но это все-таки старая школа. И в целом много стареньких автомобилей японских ездит по вашим улицам. На самом деле я успел не только побывать на Красном Кольце, но и много мест успели посетить просто за один день. За это спасибо нашему другу с канала Siberian Bird. Он нас встретил, показал ваш замечательный город. Очень круто на самом деле. Мне очень понравилось. Да, приехал я сюда не зимой, практически летом, но все равно ни капли я об этом не жалею. Сегодня мы отправимся на местный авторынок, посмотрим цены, посмотрим, что там стоит честное, нечестное, с аукционами, не с аукционами. Может быть, какой-то продавец согласится нам что-нибудь рассказать, потому что сегодня в такси, таксист сказал, что этот рынок умер. Я просто спросил, где находится рынок? Он говорит, да там что-то раньше стояло, что-то продавало, сейчас там вообще все тухло, ничего там нету. Но посмотрим в целом, потому что, ну я говорю, японок хватает, процентов 35 японских автомобилей на дорогах присутствуют. Да, многие из них старенькие. Не понял, почему здесь мало новых автомобилей. В такси двадцатки Prius, я удивился, что тридцаток нету, зато встретил два пятидесятых Prius, поэтому, ну, есть понимание, что здесь люди берут. У нас в основном клиенты с окраин, то есть с близлежащих городов, и малая часть самого Красноярска. Почему так? Не знаю. Посмотрим сегодня, что стоит на авторынке, и, может быть, узнаем у кого-нибудь из продавцов, как обстоят дела вот здесь, в Сибири, практически крайним городам к Уралу, как здесь относятся к японским автомобилям, и насколько их любят, и насколько они здесь нужны. Потому что наряду со старенькими японцами ездят европейские какие-то автомобили, европейские, русские. Я по своему опыту там какому-то небольшому в этом рынке, вот западном, знаю, что за цену, которую продаются вот эти автомобили, ну, такие себе откровенные автомобили, можно купить неплохого японца, и довольно свежего. Почему же люди садятся именно вот на то, что, ну, так, это дело привычки или личные убеждения какие-то? Если вы знаете ответ на этот вопрос, обязательно напишите в комментариях. Но сейчас мы отправимся на встречу с нашим другом Siberian Bird. Кстати, это один из людей, который двигает вот эту культуру японскую здесь, в Сибири. Поэтому ссылка на него будет в описании, можете посмотреть, крутые обзоры. Ну, а мы отправляемся на авторынок. Друзья, ну что ж, мы приехали на авторынок. Называется он Три Семерочки. Внешне он небольшой. Видно, что он небольшой. Перед этим там куча всяких запчастей, все, что связано с машинами. Ну, и сейчас пойдем, посмотрим. Машинки интересуют. Андрей, ты можешь нам дать какое-нибудь напутствие перед входом на сие мероприятие? В эту кладку зла. Торгуйся до последнего, иди до победного, оформляй только в наших кассах. Здесь же ОСАГО покупаете? Да, да, и здесь же ОСАГО, соответственно. Как бы номера ПТС очки, все, что хотите, все перебьем, все набьем, как на колочке, как с иголочкой. В общем, сегодня у нас самая интересная экскурсия по, пожалуй, самому злачному месту в Красноярске по авторынку. Три Семерочки. С этого начинались многие карьеры и тут же заканчивались. И мы не уйдем, наверное, от своего с постыми руками, как я понимаю. Слушай, главное, нам что-нибудь продадут. Главное, чтобы нам за твою камеру лицо не надавали. Остальное. Я надеюсь. Ну, как бы, тут на самом деле есть как и совсем жесткие варианты, так и на самом деле нормальные тачки. То есть вопрос только у кого покупать, потому что рынок очень большой по территории. И разные вот пятачки, тут даже есть нормальные официальные компании, на которых есть тачки. А есть прям, ну, совсем убитый шрот за какие-то неимоверные бабки. Ну, я думаю, все дело в твоем кармане, в кошельке. Сейчас посмотрим. Ну, и в том, насколько ты фильтруешь информацию через вот эти вот вещи. Потому что налить тебе в ухо могут тут нормально. Пойдем. Позволиваешь, вот эти огромные компании, сим-менеджмент, продажи, евросеть. Ребята, поучите все эти кредитики. Вот они могут пацану там с какого-нибудь, пусть пиздюйского района, спарить любую тачку за любые деньги. Топ-менеджеры по продажам сидят здесь. Друзья, только мы с юмором. Мы не со златом, ничего, все с юмором. Поэтому принимайте адекватную информацию. Тут начинаются автомобили у нас пробежные. Пробежные по России, они стоят с номерами. Вот Subaru Impreza 2009 года. 490 тысяч рублей. Подожди, надо посмотреть, вон, пробок спустит. Ну, хорошо выглядит. Чернение колес есть. Резина зимняя, розява. Начерненная. Но она уже такая. Просто давай цену. Цену давай. Да я увидел уже. 68 тысяч рублей. 2004 год. Слушай, мне кажется, у нас даже таких машин нет. А, ты что? Это же легендарный автомобиль в Рафтере подгашенный. Он такой с Японии, да, выехал? Это просто спорт 300. Но 1,8, 300 тысяч, 98-й год. Да, это чё, братан. Я даже, я молчу. Это чё, как-то называется, биба дыбом. Бля, это, это интересно. Вот более свежий уже пасса стоит. Смотри, неплохая фондочка. Тейнвеган. Тейнвеган. Ну, просто 610. 2018 год, 6105. Вот интересно, есть ли аукционный лист у данного автомобиля? Тебе за какой год? С какого аукционного? Ты называй сразу. А продавцов здесь вообще реально найти? Да, ну типа надо устать. То есть тут не стоят, вот я ведь, смотрите, никого нет. Пока на них не сканирует, то они подойдут. Пока нам никто ничего не подожил. Нас, самое главное, никто не выгнал ещё. Нет, мы ещё просто только вошли. Понимаешь, только вошли. А вот с аукционный автомобиль, первый на нашем пути Nissan Day с 2018 года. 4 балла оценка. Такое ощущение с первого взгляда, что он честный. Посмотри, отметь, что красное заднее правое крыло. То есть никто ничего не убирал. И цена у нас 525 тысяч рублей. Ну типа вот, да, лисички есть. То есть, то есть вот он продаётся как оно и есть. Сейчас я не смогу сказать, что там честный аукционик нечестный. Но в целом, в целом, вроде и цена даже адекватная. Ты понял, он бы никогда не купил за 525 тысяч рублей вот его. Мы же, понимаешь, мы же не в Владивостоке, поэтому Крым наш, Лада Веста, блядь, в кредит. Поддержать нужно всех обязательно. У нас же пенсии убрали. Ну, я не знаю, просто я взну, типа, задумался, ты будешь получать пенсии? Не, я получу налоги, у нас всё хорошо. Визит. Вот смотри, 525, да? Наверное, вот если бы кто-то стоял и выбирал, да, у вас бы купили вот его, да, наверное? 625 тысяч. 600, на 100 тысяч рублей дороже. Ну, полик не такая прикольная машина, чтобы это купать. Ну, блядь, 2017 год, 625 тысяч. Что может быть за эти деньги там? За 625 тысяч 17-го года? Если бы у меня с собой был толщиномер, мне кажется, я бы нашёл что-то здесь интересное. Ну, наверное, железо ты бы здесь не нашёл, но не факт. Не факт. Не факт. Да, на самом деле, тут вообще ничего нельзя сказать по этим тачкам. В плане того, что цена здесь, она, ну, настолько бывает, вот, как и адекватная, да, с аукционником тачка, так и, ну, типа, я не знаю, за что здесь 625 тысяч. Я не ценитель ВАГО. И, возможно, она так и стоит, возможно, нет. Ну, как факт, как факт, 2017 год, 1,6-105 лошадиных сил, 125 тысяч рублей, не вижу, тут ВД, не ВД. А сколько она стоит? Ну, 400. Да? 400. 367 тысяч рублей даже, блядь, показалось, 25 хозяев, 2 хозяина, 4 ВД, 1,6-99 год. Мы не можем утверждать, что у неё у нас хотели. Как минимум, да. Ну, смотри, я тебе скажу, Андрей, вот, 425, это 400, её можно с нами привезти, здесь 525. Доставка до Красноярска, 40 тысяч рублей, самое дешёвое, то есть 70 тысяч рублей. То есть, делаем свою парковочку и продаём Nissan Days? Да, 70 тысяч рублей, 70. Ну, плюс торг по-любому есть, по-любому есть, не факт, да? Не факт, не факт, не факт, то есть тут же как счёт продавца зависит. Короче, вот пока я могу ручиться пока за этот автомобиль, но вот если бы кто-нибудь мне про него написал, я бы проверил его точно. На всякий случай, вот я оставлю на видео аукционник, и вдруг мне кто-то захочет написать с Красноярска, чтобы мы проверили этот автомобиль, я вам бесплатно его проверю. Автокредит, обмен, без пробега. Ну, 900 тысяч, гибридный. Понял? Маркетинг и выход. За 940, гибридный автомобиль. Я не буду ничего говорить, но в целом это мало для него. Мало? Да, это мало сейчас для него. Тут пробег просто не указан. Вот если это, если это X какой-нибудь пробегом 1200, то возможно он столько исходит. Но опять же. Мы сегодня ничего не утверждаем, размышляем, смотрим. 2012 год, 58 тысяч километров пробег, без аукционника. 457 тысяч рублей на зимней резине. Здесь у нас максимальная комплектация, 738 тысяч рублей литр. Subaru, это же у нас не Диаст какой-нибудь. А, Джасти, вот он, Subaru Джасти. Буквально о нем недавно спрашивали. Это довольно не самый популярный автомобиль. И много, смотри, маленьких машинок вот такого плана. Они популярны на самом деле. У нас очень популярны Фриды. Фриды, спайки. И вообще вся вот эта вот гибридная история, они очень популярны. Ну и конечно же, секси-иды и пробоксы. Это хит-продаж. Потому что она и в хозяйстве пригодится. И она не убиваемая. Тачка офигенная на самом деле. Это уже рез. И типа 838 тысяч рублей полторашка. Не ВД, как понимаю. Да, не ВД. Ну типа смотри, доплатили там тот же палтик, у тебя будет филдер. Но опять же, филдер не хочется так убивать, как пробоксы. А здесь у нас 60-50. 2016 год. Но оба автомобиля без аукциоников под лобовым, я не знаю, насколько. Ну, а в целом пробить его можно. Хотите вот, проверяйте, смотрите. 658 тысяч рублей данный автомобиль не ВД. 1 680 не гибрид. А нет, это гибрид. Выглядит сирена новая офигенно. И цена, знаешь, такая. Я сегодня говорю из своего опыта, исходя, что вот эта маленькая цена данного автомобиля. Но я опять же не вижу на аукционе к под лобовым. То есть... Менеджеры по продажам подтянулись. В общем, сирена около миллион семьсот. С гибрид. Пробег я не увидел. Пойдем посмотрим. Вот смотри, Toyota Gaia стоит. Вот казалось бы, да? Сколько она может стоить с прибитым молдингом на гвозде к порогу? Вот сколько. 368 тысяч рублей, 2 литра, автомат. Знаете, самое интересное? Указано, сколько здесь аэрбэгов. Ну, конечно. Это очень важно. Я не знаю, кто оценит эту шутку или нет. Ну, вы понимаете, да? Указано, сколько аэрбэгов у пробежного автомобиля. Ну, и смотри. Это сапфир. Сапфир сегодняшнего нашего, в принципе, похода. Это Ласта Веда. Ласта Веда. Тут и Лада Веста. Ласта Веда. Ласта Веда. 855 тысяч. 855 тысяч рублей. А что такое 63? 63 ПТС. Это Тольятинская ПТС. А, Тольятинская ПТС. 2018 год. Но тут вообще ничего сказать не могу. И главный ее конкурент Диото ОПА. Ну, тоже кросс-порт комплектация. 350. 2001 год. 350 тысяч рублей. Да. И сразу на замену лобового. Потому что с таким лобовым тебя не поставят на учет. Я не могу сообразить сразу по пробежным автомобилям. Нормально это или нет. Но 2001 год. Ну, это примерно от до хрена до очень до хрена. Вот где-то в этом промежуте. Самое интересное, что здесь все в перемешку стоит. Все в перемешку будет стоять. Все в перемешку. То есть, я не помню, у нас на зеленом углу пробежные автомобили. Отдельные стоянки есть на зеленом углу. Здесь это начало. Без пробежки все вон там. Вон там, да? Мы дойдем сейчас туда. Вот, что-то самое популярное. Вот Аква. Там ФИТ. 795 максимальная комплектация. 795. 1,3. Не гибрид, не ВД. И пробег. 66 тысяч километров. 795 тысяч рублей. Мы будем рассказывать, сколько зарабатывать в продавцах? Или меня попросят удалить потом это видео? Слушай, ну я не знаю, сколько зарабатывают продавцы. Я не хочу ничего говорить. Потому что автомобиль, вот, честный, с аукционником. Хочешь, бери. 778 тысяч рублей. Средняя комплектация Эско. Наверное, не... Да, ключевой доступ. Это реальность, понимаешь? Это реальность сегодняшнего дня. 778 тысяч рублей в Красноярске стоит АКУ. Это дешевле же получается, чем у вас? Нет. Это не такой нормальный ценник. Нормальный ценник, да. Опять же, аукционник лежит, то есть, все, проверяйте, смотрите. Хотите, берите, хотите, не берите. Тут никто никого не обманывает, просто ты же сам выбираешь. Как пишут комментаторы некоторые, что это привез продавец, да, за свои кровные. Да. И что хочешь, там, подделать аукционник, скрутить пробег, это его право. Твое право. Хочешь, бери, хочешь, не бери. Хочешь, вот, первый Одиссей за 400 тысяч. Я не хочу. Но, опять же, вот почему я езжу по городу и смотрю старенькие автомобили, да, подобного, то есть, 99-й год. И ездят, ну, всякие российские автомобили. Если бы я здесь жил, и у меня было 368 тысяч рублей, я бы пришел, наверное, на рынок и купил бы себе Одиссей. Да, по факту-то, а что покупать? Здесь температура зимой минус 42, а летом без кондиционера не выжить, потому что резко континентальный климат. Люди доверяют вот этим тачкам. И, конечно, когда под тобой ходит такая вот машинка лет 12-15, и она там тебя, грубо говоря, не подводит, не дает себе усомниться, почему нет? То есть, у нас до сих пор считается норм тачкой типа корона-бочка. Ну, я серьезно, на полном серьезе говорю, почему, например, девяностики, там, сотики, морочки, все популярны, да, потому что попробую убить здесь. Я подтверждаю, я вот два дня здесь, и я видел много корон, корол. Субару конъюнктивит еще топовая тачка, типа, нормально. Субару конъюнктивит? Ну, вон, какой-нибудь, да, любой субарь, даже полторашка, какой он норм пойдет. Потаксовать не получится, а пойдет поездить. Хорошей тачки. Автоксисты, двадцаток, очень много, тридцаток, да, вообще не видел, да, двадцаток, очень много, двадцаток, очень много, и всяких солярисов, фитов. Пойдем, новые тачки, посмотрим. Пойдем. Так, мы перешли на площадку уже с беспробежными автомобилями, погнали, здесь вот, хонда, фрид, гибрид, 848 тысяч рублей, не спайк, и не выдовый. 848 тысяч рублей, аукционалист, все есть. Я сегодня не буду сравнивать там с нами, сколько бы через нас, просто вот мы сегодня показываем авторынок Хабаровска. Хабаровска, я в Хабаровск уже приехал. Авторынок Красноярска, здесь не гибрид, просто 4WD, и цена такая же, на 10 тысяч рублей дороже. 2013 год, свеженький рестайлинг ВИЦ, 778 тысяч рублей, не гибрид, 1,3, передний привод, 2018 год, 778 тысяч рублей. Написано, что аукционник есть, и вот Nissan Note, 628 тысяч рублей, без пробега. Ну, без пробега по РФ имеется в виду, я не знаю, какой пробег у данного автомобиля, 628 тысяч рублей, 1,2. Сегодня просто информация, друзья, хотите, берите, хотите, не берите, мне просто интересно, что здесь происходит на сегодняшний день. Так, мы подходим уже к офисам компании, да, кто здесь продает машинки, и Андрей говорит, что здесь уже, скорее всего, честные тачки, 948 тысяч рублей, без пробега по РФ, блин, пробег не пишет, передний привод здесь, скорее всего, 2011 год, 948 тысяч рублей. Ну, вот это реальность, реша, что он примерно столько и стоит, но из универсалов, он, наверное, сейчас самый доступный. Ну, хотя доступнее, вот он стоит, 1700, наверное, стоит, да, 727, вот, 2013 год, гибрид. Мы пришли сюда, где ты брал бюлитаз, ну, оказывается, не своего товарища, да, 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 у меня катастрофически, братишка любит универсалы, это был единственный раз, когда мы купили тачку с рынка. Ну, лучше мы и все, а набрели пробежная была, да, 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 и, блин, тогда стоил, сейчас они стоят по 650, типа там. 800, мы его тогда купили 300, 370, что-ли, что-то, 5, ну, здесь все, что сейчас с ним произошло, это выяснилось с ним сделали уже. Он вообще был стоковый, на пятнадцатых колесах такой же, то есть, вот, это небольшая такая гарантия, да, вот на этой, в этом участке. Нет, типа здесь, это Ваня на тачке, ну, типа, я знаю, человек, который ходит, и они все, в принципе, как бы, ну, норм. Ну, давай пробежимся, вот, Фитенок, 2016 года, тут немножко что-то с объемом накосячили, 1,4 почему-то стоит, 1,3, наверное, передний привод, 835 тысяч рублей, 2016 год, и здесь сказали, во всех машин есть аукционники. По запросу, 2014 год, полторашка, Фрид Спайк, передний привод, 835, ну, вот, либо Фитенок, да, 16-го, либо Спайк, 14-го, по одной цене. А сколько там пробега? Есть аукционники, на этом 60, а на этом 160, да, на этом 104, можно аукционники, да, показать, да, давайте, давайте. Ну, вот, короче, и как я говорю, по запросу, хочешь, смотри, аукционник, вот, 3,5 балла, ну, 166 тысяч километров, что никто не прячет? Ну, вот, короче, я снял, я снял, друзья, номер кузова, увидите, захотите, проверите, еще раз статистики, хотите, я вам бесплатно также проверю, приезжайте в Красноярский, вот, покупайте. Ну, есть же такая практика, Андрей, покупаем здесь за 835, едем, сматываем пробег до 60 и продаем за 900. А ты думаешь, откуда мне деньги? Мы так и делаем. Да нет, а смысл? Не, ну, я бы так не стал делать, а так-то, возможно, здесь таки есть. Ну, смысл во Владике, во Владике вот так и делают, то есть, приходишь на рынок, но, как часто, под заказ, короче, есть такая тема, идет тачка, ее выкупают с таким пробегом, либо подбитую, делают, скручивают пробег и продают подороже. То есть, ну, мне кажется, здесь тоже можно, ну, тут видишь, какая история, смысла нет, люди покупают тачки, интереснее же, когда к тебе приходит один и тот же клиент несколько раз, ты нарабатываешь себе клиентов на одной точке, для того, чтобы к тебе приходили одни и те же люди, и тебя рекомендовали и покупали тачки. Ну, это что касается, вот, именно, вторым, то есть, просто стратегию своей работы, что касается, вот, именно, больших, там, компаний, здесь работает как раз та история, когда иногда проще работать честно. Я так скажу, работать честно приятнее. Ты просто видишь, не факт, что, например, здесь много машин, у которых не скручен пробег, то есть, я не говорю именно про эту парковку, но, типа, вариант того, что ты подойдешь к тачке, какой-нибудь, просто здесь, год назад, где-то на рынке, у нас товарищ покупал, причем он сам, когда-то был там перекупом, он у своих же покупал тачку, и они такие, ну, типа, вот, на год налюбили, и, возможно, по пробегу. У своих же? Да, у своих же. Ну, это нормальная тема, друзья. Одно, с одной стороны, сказки Шервардского леса, а с другой стороны, почему нет? То есть, мы эту тачку снимали, ну, вот она на год была, вот, то, что точно на ней, это, типа, то, что на год она была посажена, ну, то есть, она была, типа, ну, Андрей, Андрей, имеет в виду, что, по факту, у автомобиля был год старше, а продавалась он как младше. А слона-то мы и не увидели. Курман, посмотрите, здесь, значит, инхрустированный клей в бампере, запотевшие линзы в туманках, 18-е коллекционные липучки, 620 тысяч рублей, изумительные автопромки, видит, это тишин, это, вот так, это же машина, смотри, она же для лесников нужна. Видишь, здесь уже сразу сеточки москитные предусмотрены, и тонировка, и тонировка, да, и вот выехал на природу, к тебе комарики не залетят. Причем, смотри, приколдается, это с завода, типа, вот такой вот. Да, и вот здесь у них зачастую, вот здесь они начинают сразу гнить. Это не продавцы плохие, это они, вот, тут даже не исправишь никакой, двойной выхлоп. Спорт-верт, версия, это limited edition, это black-white пакет, хочется белую приору черного цвета, это вот такая же история. Андрея по пути на этот рынок раскатали просто, и он сейчас пытается поднять себе настроение, и он сейчас купит эту ладу. То есть, на самом деле, можно прийти в салон и увидеть вот такое же, типа, все. Прямо реально такое же, оно будет вот такое же, поломанное, там, такие же все вот эти истории. Самый интересный, знаешь, какой у меня самый интересный вот с Ладой связанный случай был? У нас есть такой большой гипермаркет планета, и там был выставочный экземпляр новой Лады Гранты. И я бегал вокруг, смотрел, что же она так пахнет чем-то говном, по-моему. Я смотрю, ну, ну, ведь точно говно. И, короче, прикинь, я снял историю про то, как в новой выставочной тачке я нашел в фонаре муху. И они такие, типа, ну, долите, пожалуйста. Подожди, тебе написали, да? Да, да, да. Просели вежливое. А я потому что автосалон отметил, который я выставил. Не, ну, косяки, косяки. Ну, исправьте, что я просто замечание сделал. Они фонарь поменяют. Вот, вот, вот так надо делать. Она открыто смотрит. Она не на коже, случайно? Какой коже? Ты что? Только автоспорт. А как тебе врезанный намек в дверь? Ну, это уже музыкальная подготовка, аудиосистема, JBL, Boss, ну, Базе, как правильно говорят, Марк Левинсон, блядь. Все, что хочешь. У меня, конечно, нету тут ничего этого. Нету, просто, просто такой фетиш. Просто врезанный колокол. Зато не раскатают. И мухи не едут. Так, можно пару вопросов? Вот, давно занимаетесь? Да, уже с 2004 года. То есть, на продажу возите, продаете вопрос. Я ехал с тактистом, он сказал, я говорю, где рынок на пациенте, там-то-танто, ну, он там умер уже, короче, говорят, все. Нету, вот, можно сказать. За счет японских только и держится. Пока-то, да. Ну, тут я вот смотрю, все продается, то есть, и, ну, можно сказать, что это еще живет. Да, конечно, занимаясь. То есть, все занимаются. Вы же не один здесь. Это, конечно, ваша машина? Нет. Да, все работают, все получается. Есть продавцы, есть заработок, семью есть на что кормить. И хочешь вот честное, привози, продавай, хочешь там битые. Главное, живем дальше. Ну, все, хорошо, спасибо. То есть, с виду, так же, как и у нас, нализанные епошки, привезенные с аукционов, с аукционами, без аукциона. Вот, я подошел к Honda Stepwagon. Почему я к нему подошел? Недавно мы привезли такой же, в миллион рублей. 2015 года тоже, но там был спад. Здесь просто цену, видите, не написали, 2 литра. 2015 год, скорее всего, он привезен на юрлицо, растаможен. И рядом уже посвежее Honda стоит. Honda Stepwagon, также не спада. Также у нас, к сожалению, не написано цены. Это здесь не будет, скорее всего. Все по запросу. Есть только вот той тачки цены и вот той. Сейчас мы попали на стоянку, где не написано цена. Написан номер телефона и вот звони, узнавай. Сейчас Юля отметила такую вещь, что это как на рынке, да? Одному покупателю цена одна, второму покупателю цена другая. То есть, смотря, как ты выглядишь, как ты одет, ты достал ли ты уже деньги. Андрей присмотрел себя Фридан. Андрей, какой вопрос? Здесь, Андрей, ржавчинка пустая. Есть по кромке. Такое ощущение, как будто вот шагрень. Ну, типа, ее красили, но не в Японии. Теперь, смотрю вам. Вон, чуть-чуть, чуть-чуть есть подживевший. У этого автомобиля оказалось, что есть аукционик. Здесь написано 4 балла. Замятости по задней двери. Салон цену. Здесь полукожа. Чистенький салон. Подготовленный темный потолок. Это аукцион USS. Пробег 164 тысячи километров. Вроде 164 тысячи километров, да? Вроде пробег. Не, 64. 64. 64 тысячи километров пробега. Ну, вот такой красивый спайк. Гибрид. Андрей все себе пытается подобрать. Ищет, за что зацепиться и сторговаться. Максимальная комплектация. Кожаный салон. Мультируль. 2014 год. 789 тысяч рублей. Гибридный спайк. Есть небольшие замечания. Вот поддержка. 64 тысячи километров. Андрей обратил внимание на поширканности всякие электродвери. Неплохая комплектация у автомобиля. Вот есть, за что зацепиться, поторговаться на панорамной крыше. Я ни разу не видел, честно, такой. 2012 год. Это тоже спайк, но не гибридный. 789 тысяч рублей. Максимальная комплектация. Полторашка. 87 тысяч километров пробега. Есть замечания. Есть вот коррозия по заднему крылу. Но это не с аукциона, конечно, аукционник. Но, как факт, он есть. Ну, то есть, если у белого была, здесь уже не видно. Если кто-то приезжает из Москвы и ходит, типа, вау, японский автомобиль. Я приезжаю на запад сюда, ближе к Сибири. И такой, вау, русский автомобиль. Да, ну, как тебе, Фреддики, нормальная? Ну, если вот меня Андрей привел на площадку, да, сказал, вот здесь, Костя, скорее всего, честные автомобили. Продавец подтвердил. Сейчас я просто увидел, именно распечатаны аукционники. Не могу дать гарантию, что они оригинальные именно. А ты ничего не смутило, то, что в тачке, где 60 тысяч пробега практически, да? Ну, что-то, вот знаешь, типа, я не знаю, правда это или нет, я не буду ничего утверждать. Но на 60 тысяч пробега, блядь, оно не выглядит. Они что там делали за эти 60 тысяч пробега? Да, просто есть такое, что приходит реально автомобиль 60 тысяч, я ее покупаю, он приходит, и вот там вот такая ситуация, не настолько, не настолько. Но бывает, потерто, что ты тут такой, ну, блядь, ну, честно же, пробег уже пришел, почему потерто? Но здесь как-то выдается все, на самом деле. Типа, знаешь, у нас здесь еще как-то гиперболизированно в плане того, что мы смотрим у того же продавца там тачку с другим пробегом, да? И типа, у которых больше, и, ну, меньше вопросов к ним, да, и меньше вопросов по вот этим всем потертостям и так далее. Ну, я про подтеки молчу, наверное. Подтеки, да, наверное. Потихоньку подходим к русским автомобилям. Это Груаль, Груаль российского мотостроения. Существенная. Не, ну вот, кстати, я такой, а почему покупают русский автомобиль? 398 тысяч рублей и Фрид почти 800. 110-я королла. А, вот, 110-я королла. Это специальный тюнинг, это ссаны и фары называются. Почему у меня в голове песня заиграла? Эминема. I'm sorry, мама. У нее немножко элементы все, это называется кофе три в одном, они все разного цвета. Они все перламутровые, но они все разного цвета. Игра цветов. Да, нет, игра цветов это вот здесь. Это палитра цветов уже, как ты сказал. Вот, вся тоттенков серого, вот, от двенашки до АД. И там десяточка априора стоит. Мы вернулись к пробежным машинам, вот, Toyota Alex. 2002 год, 388 тысяч рублей. Смотри, какая красотка. 139 тысяч. 139 тысяч. О, недавно мне просят. Это звание, это, это. И хотят двенашку купить? Нет, хотят машину за 100 тысяч рублей. Ну, смотри, это аэродинамический саморез. Очень практикуемая вещь. С завода, да? Да, да, это просто берешь в капот, кручиваешь и начинаешь ехать быстрее. 149 тысяч рублей пятнашки. Смотри, какая изумительная. Я слышал эти истории, но я их никогда не видел. Дверь, когда возле ручки гнеет водительская. Теперь видел. Нет, правда, я слышал эти истории про двенашки, пятнашки. Я не знал, как это выглядит, и для меня это были просто истории. Тут даже нет продавцов, все зависит. А просто от машины? Да, ты же понимаешь, на что ты идешь. Изумительный Nissan, Sony. 158 тысяч рублей. Да. 4WD на механике. Это продается? Эркономический салон. Это вообще премиум. Привезли на реставрацию автомобиля? Но я считаю, это премиум. Это лучшее. В принципе, можно... Все равно красный ПЦ. Я видел твой товарищей. Ну, такой же есть, да. Ему бы понравилось, наверное. Нет, ну, я не думаю, что именно это. Нет, я не имею в виду. Он бы взял, покрасил бы в чем цвет. Возможно, причина в цвете еще. Да, да, да. Воткнул бы туда GJZ и поливал бы там на красном кольце. Chevrolet Niva. Это разработка General Motors, конечно же. Ну, ничего, что она на моторе, на классическом смысле. От вот такой же Lada. Вот от этой? Да, да, да. Ну, в принципе, они же конструктивные. У них даже коробка на этажке. 329 тысяч рублей. 329 тысяч рублей. Ну, я понимаю, что все люди разные, да, и каждый берет то, что хочется себе. Ну, почему же я пришел сюда, у меня настроение пропало. Ну, видишь, ты заметил даже погода изменилась. Так что пойдемте из этого угла в нормальный. Просто видишь, что у него четверка стоит, а ты видишь, что у нее порог покрашена в баллончик. Да, вижу. Вот она еще ржавая вся вот просто на пидоре. Это 118 тысяч рублей. 118 тысяч рублей. От этого выражаются наши заявки. Четверки за 100 тысяч рублей привезите мне машину. Да, четверки ценятся просто. Для меня они все одинаковые, да, стоят. Пятнажка. Это Lada Samara. Ну, или это комплектация. Это, блядь, это вообще ничего не значит. Это просто пятнажка. То есть это не как Тор-В, да? Ну, еще же самое прикол. Помнишь, я тебе говорил про 99-е? И вот это? Ну, это Юрий Стайлин. Катрик Стайлин 99-е. Это одна и та же машина. У них даже двери одни и те же. А у оптика хотя бы? Разную-разную, да? Ну, подходит. Подходит за 157 тысяч рублей. ВАЗ 21-15. Да. А почему пятнашка? Ну, ВАЗ 21-15. А, вот почему. Ну, знаешь, это как Сильвия, только стоит в 12 раз дешевле. Я понял. Вот смотри, еще Нива 358 тысяч. А вот я уже ничего не говорю. Обычная Нива. Это Шеви, это обычно 198 тысяч рублей. Блин, я бы еще не удивился, если бы у него год одинаковый был. 2010 год. А как бы у этого автомобиля вроде нет, да, разницы? Он, наверное, в 2010-м такой. Ну, вот у 2018 года мы смотрели, у него пластиковые бензера. А тут 3-го года. Но они одинаковые, конструктивно. Они как бы даже не попытались это скрыть на самом деле. Это же автоластик. Голи на выдумке хитро. А вот. А, это гордость. Это же Патриот даже. Ну, да. Я никогда не была вот, знаешь, вопроса, почему слово Патриот написано, типа, ну, не русскими буквами. Ты меня сейчас только заставил об этом задуматься. Патриот написано не русскими буквами. Вопрос, почему. Я получаю здесь определенные эмоции. Возможно, они не все сами. Заряжаешься, не потяга. Рено Симбол. Симбол. Да, у меня был такой же, только хэтчбэк. На 1.4 автомате. Самая мерзкая французская машина. У них коробка DP0, которая шла, короче, на всех французских тачках, и она отрыгивает там просто со скорости света. У меня сейчас родилась мысль, что почему французская машина не зашла в Россию, потому что она очень похожа на русскую машину на самом деле. Ну, такая Lada Largus, это же тот же самый Renault Largus, точнее Dacia Largus, это один концерн. 258 тысяч рублей, 2005 год получается. А у вас Dromassist есть? Кто? Dromassist. Смотри, какой салон, напоминающий шведскую стенку. Прям чехословацкий гарнитур, смотри какой. Ну, она седан, то есть, видишь, в России важно, чтобы был седан. Если не седан, это не премия. И не важно, да, что багажника нету, что это не премиум, знаешь. А, это, значит, не премия. Да, то есть, седан это премиум. Почему полуседан продается в России, в странах третьего мира? Потому что важно чувствовать премию. Ну, что-то общее, смесь, там, с 2000, или не 2222-м Мерседесом, Майбахом. Просто седан, это же важно, наверное. Да, посмотри, вон, тяжело воспринимать. Рено Логан, смотри, какой стоит. Просто красавчик. Наполированный протез. Это же Ордео, елки-палки. Кто? Не похоже, смотри, не. Самое, знаешь, в чем прикол этой тачки? Она реально популярная здесь, да? Она неубиваемая. Ее невозможно убить, она как таракан. У нее, по-моему, в 2017 году шортблок, ну, то есть, блок, цилиндры, колено стоил новый, 17 тысяч рублей. Поэтому, наверное, она и популярна. Ну, ее невозможно убить. Мартелла, бля, утю. 2 литра, 355 тысяч рублей. Фары, SATA, блядь, они ничего не стоят. 355 тысяч рублей. Просто гышка. Ты че вообще? Ты кто? Как и почему они столько стоят здесь? Теперь у меня такой же вопрос. Почему двушка стоит 355 тысяч рублей? Так, почему не удивляются цене вышки в 400 тысяч рублей распилом? Я имею в виду, вот, спрашиваю, да? А, то есть, двухлитрового марка за 400 можно взять? Да? Ну, я не удивляюсь, 400 распил, я бы взял, если будут варики. Как бы я возьму. Я просто вот тут сейчас картину увидел, и почему, чего удивляться-то? Двушка стоит, грандовская, да? Да, грандовская двушка. Друзья, я надеюсь, вам понравилась такая небольшая веселая экскурсия по авторынку Красноярска. Три семерочки. Хотелось бы закончить на серьезной ноте его. Много машин японских, да? Но много именно самых популярных моделей, да? Те машины, которые легче реализовать. То есть, соответственно, ценник не самый маленький. Где-то я понимаю, что во Владивостоке дешевле купить и привезти сюда, в Красноярск. Да, это обойдется дешевле. Где-то вроде цена сопоставима вот с этой разницей. Там доставки, недоставки, заработка продавца. Но в целом хочу отметить, что именно популярные модели стоят на продаже, чтобы их быстрее реализовать. В остальном, как позади меня, тут много пробежных машин именно. И все это стоит в одном месте. Русские машины, французские машины, немецкие машины и японские машины. Здесь понатыкано чуть-чуть, а вот там вдалеке прям идет стеной именно японский автопром. Свежие машинки в основном там от 2011 примерно начинаются. Ну, есть из чего выбрать. И самое главное, проверяйте. В сегодняшнем видео я никого не толкаю на покупку, да, и не отговариваю от покупки. Самое главное, проверяйте. Если вам что-то в этом видео понравилось, самое главное, проверяйте. Хоть я там сказал, что кто-то там честно продает, у кого-то честный аукционик, у кого-то распечатанный аукционик. Все равно все нужно проверять. Сегодня мы вот решили сделать такой развлекательный контент. Надеюсь, он вам понравился. Кстати, ссылка на Андрея канал будет в описании. Он не занимается вот этим. Вот он ничего не показывает. Он показывает качественный GDM, японский автопром, олдскул, ньюскул. Все на его канале. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Я всем желаю удачи, друзья. С вами была компания Priority Auto. Мы в Красноярске. Уже сегодня вылетаем в Владивосток. Всем удачи. Пока. Компания Priority Auto. Надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля. Покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto. Ваш надежный поставщик.